Первая половина третьего сезона «Лектория химия слова», организованного Тольятти Азотом, заканчивалась встречей с известным психологом Александром Калмановским. Его лекция, проходившая в ДК Туаза, называлась «Вершина треугольника. Как отношения между родителями сказываются на ребенке». Это третий визит Александра Калмановского в Тольятти. И каждый раз на его выступлениях практически полный зрительный зал, потому что психологией интересуются все, а Калмановский затрагивает наиболее актуальные ее вопросы. «Как отношения между родителями влияют на ребенка? Разумеется, сильно. Родители должны выступать единым фронтом в вопросах воспитания детей. И плохо, когда ребенок видит их несогласие», – начал свое выступление Александр Калмановский. «Нельзя забывать и о том», – добавил психолог, – «что самооценку ребенка понижает любая назидательная фраза родителя. Даже смотри под ноги». Протестуя против родителей, ребенок чувствует себя плохим. Поэтому, воспитывая ребенка, так важно выдерживать общую линию поведения и очень внимательно слушать ребенка, даже маленького. Все, в чем ребенок видит осуждение себя, его деформирует. Родитель с более жесткой позиции практически всегда вызывает детский протест. Родительский крик или любая импульсивная реакция – всегда самая разрушительная. А самая первая реакция гораздо более точная, чем понимание ребенка – сочувствие. Лекция Калмановского по традиции была построена в форме общения с аудиторией. Во время его выступления зрители могли уточнять и задавать вопросы психологу. «Плюс таких лекций в том, что уже сейчас можно понять, что да, воспитывали, может быть, в каких-то моментах неправильно, но у нас есть возможность своих уже существующих детей или будущих детей воспитать правильно или правильнее начать воспитывать. То есть такие лекции, я думаю, нужно начинать читать подросткам, чтобы они могли понимать, как строить между собой отношения, как реагировать, может быть, на родителей, которых не так немного воспитали и уже переворачивать с обиды. Меня обидели, наверное, тебя когда-то обидели, и давай я начну по-другому себя по отношению к тебе вести». «Я сейчас подошла и спросила, вам не кажется, что вообще все это нужно преподносить в школах 15-16-летним подросткам?» И он, конечно же, согласен, что да, нужно, но, к сожалению, пока наше общество не доросло до этого. И когда будет? Может быть, лет через 50 у наших внуков психология будет в школе. «Особенно вот эта схема, которую он написал, вот это плюс-минус, вот это вот сочувствие именно и то, что осуждение. То есть в основном мы все в осуждении. А то, что можно двигаться все-таки к сочувствию, это было для меня, например, открытие». «Особенно ценно было вживую на него посмотреть, даже обнять в конце встречи. Очень ценно его максимально принимающая позиция, теплое, сочувствующее внимание к вопросам аудитории. И, конечно, здорово было бы на следующий год опять его увидеть». Во второй половине сезона интеллектуального клуба «Химия слова» нас ждут увлекательные лекции и интересные встречи. Организаторы приглашают всех тольяттинцев на просветительский проект во Дворец культуры «Тольятти Азота».